Классический фасад Своё начало школа берёт от Александровского начального училища имени Дома Романовых. Сейчас в этом здании находится областная организация Красного Креста. Революция, гражданская война, новая жизнь. Училище стало семилетней трудовой школой. Революция, гражданская война, новая жизнь. построенная в 1932 году. Сейчас это Запорожская гимназия номер 11. За несколько дней до начала войны, 19 июня 1941 года, в школе состоялся выпускной бал. Вчерашние школьники Людмила Трифонова и Николай Педак стали членами запорожской партизанской группы «Ревком», печатали листовки, добывали документы. Многие не дожили до освобождения города. В день расстрела Людмила Трифонова была в своем выпускном платье. Она погибла от рук фашистов и оставалась в памяти, как пример мужества и героизма. Во время войны здание школы было разрушено. Остался лишь остов, стены, перекрытие этажей, крыши. Все лежало в руинах. Но на фотографиях тех лет видно, что уцелели барельефы на фасаде, открытые книги и глобус, как бы в насмешку, бомбам и обстрелам. Сразу после победы, в 1945 году, школа открыла свои двери для учеников. Школа не могла ждать. Занятия шли даже в полуразрушенном здании. Директором в это непростое время был Евгений Григорьевич Евтуховский. Через два года восстановили правое крыло здания, а в 1950 году был восстановлен парадный вход и левое крыло. Школу заканчивали достойные выпускники, прославившие Запорожье. Юрий Разумовский, участник создания космической техники. Виталий Багно, академик Российской академии космонавтики. Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Разработчик стыковочного узла кораблей «Союз и Аполлон». Семен Бароц, первый строитель космодрома Байконур. С 1952 года в школе впервые начали учиться девочки. С этого времени и по 1968 год директором был Исаак Петрович Шурло. Среди выпускников 1952 года четыре доктора наук, три генерала, руководители крупных промышленных предприятий, строек, заводов. Время ставило новые задачи. Решением исполкома Запорожского областного совета в 1962 году школа была реорганизована в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу номер 11 с преподаванием ряда предметов на английском языке. С 1968 года по 1979 год директором школы был Иван Харлампевич Попуча. Участник войны, творческий человек, талантливый учитель. Школьная жизнь в эти годы была наполнена интересными событиями. Гимназия гордилась своими учениками и выпускниками. Среди них появлялись новые герои. Одним из них был Виталий Степанович Жуков. Летчик-испытатель, талантливый и целеустремленный человек, хороший товарищ. В сентябре 1970 года он погиб при отработке новых видов боевого маневрирования самолета. В мае 1986 года в школе был открыт музей имени Виталия Жукова как память о героизме и мужестве ее выпускника. Создателями музея были заместитель директора школы Кухтина Елена Михайловна и учитель английского языка Белявская Валерия Федоровна. В июне 1986 года группа учащихся школы побывала в Звездном городке. Школа росла и развивалась. Главными задачами учебно-воспитательной работы всегда были качество знаний, формирование и активная деятельность органов самоуправления, воспитание духа коллективизма и товарищества. В школе работали творческие учителя. Полулях Галина Ивановна, Пересада Людмила Ивановна, Москвина Мария Ивановна, Нечаева Татьяна Макаровна, Чистова Валентина Сергеевна, Кузьмина Маргарита Алексеевна, Удовиченко Валентина Григорьевна, Сидоренко Тамара Павловна, Жданов Борис Александрович, Тенета Тамара Васильевна, Усавик Алла Александровна, Самойленко Феодосия Константиновна, Сигалова Светлана Исаковна, Тройтелович Ася Григорьевна, Огронская Ольга Ефимовна, Дейгина Татьяна Самуиловна, Стеклова Раиса Львовна, Сокольская Евгения Викторовна, Крепкая Вера Николаевна, Таранова Надежда Николаевна, Габелка Надежда Филипповна, Лисянский Александр Давыдович, Рудских Петр Игнатьевич, Остренко Тамара Григорьевна, Голик Марк Григорьевич, Бондаренко Людмила Юрьевна, Тупицына Полина Семеновна, Белявская Валерия Федоровна, Кухтина Елена Михайловна. Они воспитали плеяду талантливых, Успешных людей, Которые стали не только гордостью школы, Но и страны. Сегодня гимназию номер 11 Уже 30 лет возглавляет Заслуженный работник образования Украины Светлана Юнатовна Непряткина. Она сохранила старые И ввела новые школьные традиции. Свежие веяния, новые взгляды, Дух обновления и демократизации общества Вошли в жизнь гимназии, Которая выбрала мудрый путь Развиваться, обновляться, Не отказываясь от разумного, Доброго, вечного, Что накоплено педагогической историей И традициями. 19 августа 1992 года Решением исполкома Запорожского городского совета Средняя школа номер 11 С углубленным изучением английского языка Стала гимназией И продолжила ориентировать учеников На интеллектуальную деятельность. И сегодня в гимназии живут и работают Талантливые учителя И способные ученики. Каждое утро сюда приходят дети. Для каждого из них гимназия Это сплоченный коллектив учителей, Родителей и гимназистов. Гимназия – это творческий коллектив, Главными ценностями которого Являются личность ребенка и знания. Гимназия – это дом, В котором каждый ребенок Находит свой собственный путь к успеху. Это мудрые педагоги, Которые всегда помогают ученику В нелегком процессе постижения Основ наук и общечеловеческих ценностей. Гимназия обеспечивает высокий уровень Лингвистического образования. С первого класса изучается английский язык, А с третьего класса еще и немецкий. В гимназии созданы условия Для развития способностей учеников. Работают секции Малой академии наук, Кружки, проводятся индивидуальные занятия. Гимназия – это не только источник знаний, Но и центр общения детей. Различные формы внеурочной деятельности, Творческие проекты, Интеллектуальные конкурсы, Предметные недели, Праздники Являются неотъемлемой частью Учебно-воспитательного процесса. Ежегодно ученики гимназии Являются призерами и победителями Областных и всеукраинских Ученических олимпиад И творческих конкурсов. Проводятся традиционные Праздники гимназии. Гимназия стремится выпускать Высокообразованных людей, Достойных граждан общества, С высокими нравственными ценностями, Молодых людей, Адаптированных к условиям Современной жизни, Активных, Конкурентно способных, Умеющих рассчитывать на свои знания И применять их. Выпускники входят во взрослую жизнь С чувством оптимизма, Умением ценить и понимать прекрасное. Ученики и выпускники гимназии Воплощают девиз Педагогического коллектива школы. От человека образованного К человеку гуманному, Благородному, Культурному. В жизни гимназии есть проблемы, Но задолгий путь Ее становления и развития Сделано немало, А многим можно гордиться Уже сейчас. История гимназии продолжается. Любой гимназист Может вписать в нее Своё имя. Хочется верить, Что все хорошие дела, Сделанные поколением учеников, Которые учили в стенах школы, Будут ориентирами Для их преемников. Мы хотим, Чтобы наши потомки Гордились своей историей И стремились приумножить славу Запорожской гимназии Номер 11. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова